привет друзья подтягиваемся в эфир сейчас как всегда в это время я еду на тренировочку погода классная правда морозно конечно вообще сейчас так обливаться классно с утра чем на улице морозней тем обливаться приятней тем закаливание больше приносит радость удовольствие почему абсолютно полный кайф тем более сегодня солнышко это прямо прямо как-то хорошо вообще на душе сегодня тема интересная потому что вопрос один и тот же вот на протяжении долгих долгих лет один и тот же вопрос как успевать все ну и вопрос с одной стороны сам тривиальный по своей форме и потому как он часто возникает и совсем непростой для решения потому что для разных людей этот вопрос в общем то решается наверно и по-разному все зависит от того какие основные но температивы человеком движут какие основные прерогативы в его деятельности ну мотивируют и вообще направленность его деятельности вот от этого очень сильно зависит многое потому что кто-то готов жертвовать очень многим для того чтобы успеть что-то сделать одно а у другого наоборот он готов может даже пожертвовать какие-то моментах качеством для того чтобы успеть как можно быстрее и больше сделать вот поэтому на самом деле все непросто я могу поделиться лишь только своими собственными синтенсами по этому поводу и своими собственными методиками которыми пользуюсь лично я и чем я лично руководствуюсь при выборе тех или иных методов для того чтобы успеть сделать как можно больше ну вот можно долго говорить предположим а тайм с менеджмент это вообще на самом деле великая вещь да но она совершенно не не работает ни один принцип не работает абсолютно тайм менеджмента если вы только читаете литературу по этому поводу и и принимаете понимаете но не воплощаете ни одной манипуляции ни одной методики в действие прямо тут же так что это абсолютно бесполезно и не поможет вам абсолютно эта система и вернее ни одна из систем данного направления если только вы не упорядочите свое мышление чем человек становится старше тем у него возрастает быстрее темп жизни то есть только была пятница уже снова пятница только был понедельник уже снова понедельник возникает это часто по той причине что и у нас есть ряд дел рутинных делом которые переходят изо дня в день и они украдывают из нашего сознания время воруют из нашего сознания время мы настолько привыкаем делать эти дела что они вообще проходят без осмысления вообще деятельности мы думаем что мы осознанно совершаем эту деятельность на самом деле мы совершаем ее практически на том или ином виде но автоматизма где-то требуется подключение сознания где-то меньше где-то больше вот но тем не менее все это проходит мимо и поэтому время исчезает это все люди замечают становится постарше как все времени катастрофически не хватает не хватает потому что следует его рутину у детей времени больше потому что у них один день не похож на другой даже если они гуляют да там каждый день в одном и том же месте они все равно придумывают какие-то новые игры у них новые впечатления у них хотя бы потому много нового что у них еще не познан мир поэтому он все время приносит им какие-то новые ощущения богатство эмоций поэтому они много переживают то же самое и подумайте когда вы находитесь в отпуске у вас настолько богатых впечатлениями он может быть но это не для тех кто приезжает в ту же турцию чтобы нажраться в водяры там и там целыми днями кверху кузом лежать тогда конечно так там с другая рутина а тот кто ходит по экскурсиям различным постоянно каким-то выставкам посещает достопримечательности вы сами замечательны что через пару недель вы но если не присыщены впечатлениями то насыщенными то насыщенный ими очень сильно вообще богато насыщен впечатлений вот и получается что что некоторые даже хотят домой да хотят на работу потому что они от отдыха немножко подутомились они подутомились не физически не морально не впечатлений и потом долгое время долгие месяцы вспоминается это и кажется какой насыщенный был отпуск сколько времени всего это две недели прошло вроде как и совсем это самое но много вернее прошло времени и предположим вот я могу с вами когда я езжу в таиланд и там я обхожу в определенного рода рутину когда у меня по три тренировки в день в одно и то же время там не бывает и месяца мало почему потому что у меня не хватает времени даже чтобы съездить на пляж там куда-то еще потому что я с утра йогой позанимался днем персональную тренировку вечером она проповая тренировка либо кроссфит где-то между надо выкарабкивать время чтобы побыть семьей и там это побывать еще итоге получается что вот опять все разгоняется и месяц проходит как один день но как неделю да что ж такое сейчас на морозе машину чистил износ сразу потихло я прошу прощения за бескультурность твою вот ну и что так вот смотрите для того чтобы времени стало больше нужно насытить впечатлениями любую любое дело которым вы занимаетесь поэтому любое дело нужно делать осознанно вот чего надо начинать понимаете а не ставим какого-то менеджмента вот с этого надо начинать то есть дела надо делать эмоционально но разумеется что лучше чтобы эмоции были позитивного характера поэтому любое дело делать осознанно получать от него стараться впечатление а если у вас предположим это дело рутинное такое от которого трудно впечатление получить богатым мечте приходится зимой каждый день там ну и через день или очень часто надо чистить снег вот по два по три часа иногда в день так бывает снега столько наваливает и что как мне от этого кайф поймать нужно кто-то редко делает они конечно да никак о как хорошо лопаткой помахать морозистом пощипывать щеки класс нет понятно когда вы каждый день делаете кайфа тоже никакого нет да поэтому я впечатление придаю этой манипуляции совершенно другим я нахожу хорошую аудиокнигу от аудиокниги получаю наслаждение большое и слушаю при этом аудиокниги понимаете вот видите сразу я получаю значит информацию я отчасти развлекаюсь делаю полезное дело и осознание еще добавляю к этому дел то есть я осознанно понимаю что я делаю умело сочетаю вот три дела как цезарь да причем они очень удачно сочетаются и получаю от этого пользу и на физическом уровне потому что дышу свежим воздухом занимаюсь одновременно физической какой-то нагрузкой ну вот развлекаюсь и в то же время еще и значит получают информацию лучше если она ценная будет если это не развлекательного характера будет вообще какая-то там фигня анекдоты слушать да это уже не то совсем это захламление сознание а именно полезного свойство ну и кто не может так там у можно просто хорошую музыку хорошую реальному остальным которая именно развивает но это кто не то неит музыку слушайте классическую например хороший мыть нейческой хорошую музыку различную and инструментальных альным музыку они тяжелый уроков тяжелый урок на самом деле может нравиться но она не развивает ваше Сознание, менталитет, интеллект, а наоборот, даже притупляет. Поэтому его можно подключать во время тупых тренировок. Я имею в виду тупых, когда от вас не требуется осознание процесса. Когда вы входите в тяжеляк какой-нибудь, занимаетесь кроссфитом, работаете на мешке, надо проработать 10 раундов. И надо, наоборот, себя подстегнуть, простимулировать. Вот там это подходит. Способствует отключению сознания, осознания деятельности. И вы делаете все на автоматизме и добиваетесь высокого результата. Именно в данном виде деятельности. Но это совсем отдельная тема. Так вот, видите, мы подходим к вопросу сочетаемости различных дел. И это один из моих секретов, который не является вообще никаким секретом ни для кого, наверное. Потому что все понимают, что иногда можно делать одновременно два дела. Но некоторые, конечно, шутят по этому поводу. Я могу делать одновременно несколько дел. Сидеть на горшке, курить, читать газету и при этом слушать музыку. Вот там четыре дела сразу. Но это, нет, это, конечно, не так. Имеется в виду полезных дел. Вот я пример уже привел вам. И точно так же я очень много сочетаю с других дел. Редко там удается сочетать по три полезных дела, но два запросто. И такими элементами, вернее, такими сочетаниями часто является получение как раз информации и какая-то статическая деятельность или динамическая, которая не требует никакого интеллектуального напряжения. Например, очень удачно сочетаются многие виды растяжки с изучением с деловой литературы. То есть усаживаешься в определенные положения, при котором растягиваются ноги. Например, там ноги в стороны. Значит, корпус вперед наклонил, а между ног положил либо планшет, либо книгу. И все, занимаюсь. Точно так же, например, проверка какой-то там рутинной деятельности, проверка статистики посещаемости на сайте. То есть такие манипуляции, которые не требуют большого размышления, а требуют чисто механистического определенного типа деятельности на ноутбуке, на сотовом телефоне, на планшете. Можно спокойно сесть в позу лотоса, либо в бабочку, либо как-нибудь еще, и одновременно тянуть ноги. Либо наклониться вперед. Вот, пожалуйста. То же самое и касается просмотра передач. Они могут быть как развлекательно-научно-популярного характера, так они могут быть и деловыми вообще. То есть это семинары просматривать, можно какие-то мастер-классы. И одновременно при этом заниматься физической какой-то нагрузкой. Ну, тут надо понимать, конечно, если это семинары ознакомительного характера, которые не требуют работы с какими-то формулами, записями, а их можно воспринимать легко со слуха, то при этом одновременно можно запросто заниматься нагрузкой физической. У меня в спортивном зале моем стоит телевизор, аудиосистема, ну, плазма большая, то есть аудиосистема. И я всегда, практически, когда тренируюсь дома, я ставлю какие-то такие фильмы. В том числе могу поставить фильмы и по фитнесу, по бодибилдингу и так далее. Тогда одновременно с, да, по спортивной медицине, по биомеханике, одновременно с тренировкой я еще и занимаюсь такой темой, которая с этим вообще сочетается. То есть изучаю одновременно методики различные, новые или не новые, новые для меня, по спорту и по подготовке специальной. Вот таким вот образом. Опять же, например, там тренировка охвата, тренировка силы пальцев, ловкости. Для этого есть у меня E-WAR, вот даже везде у меня есть с собой. Вот они, даже здесь в машине лежат. В машине, а в карманах во всех. И всегда, куда бы я ни шел, где бы я ни был, у меня в руке E-WAR. Я занимаюсь постоянно разминкой, тренировкой пальцев по своей же методике, по которой тренируются уже тысячи людей. И некоторые даже не знают, что это моя методика. В свое время ее еще популяризовал активно Сергей Бадюк, показал ее на семинаре в Одессе. Семинар там разошелся в Ютубе, в интернете, везде. И там некоторые считают, что это методика Бадюка. На самом деле это моя методика, он ее сам применяет. А E-WAR он у меня перетырил, и я подарил ему, не знаю, несколько сотен, наверное. Но я как только встречаюсь с ним, он знает, что вот у меня с собой E-WAR есть. Говорит, не ждай, дай мне его. А то я опять посеял. И вот я ему много раз подгонял все это дело. У него даже в фильмах его там, в стране боксеров он с E-WAR ходит. Вот это вот точно такая же моя E-WAR, вот такая же. Либо кругленькая еще есть E-WAR моя тоже. То есть они парами идут. Но это, значит, отдельная тема. Вот тоже занимаюсь. Вообще не требует никакого отдельного времени. Даже сидя за компьютером, работая там или работая над какими-то текстами, я могу писать правой рукой, левой рукой разминать одновременно E-WAR. Либо, например, отвлекшись на то, чтобы подумать, вот от клавиатуры, я могу поработать, значит, правой рукой с E-WAR и так далее. Ну, в общем, таких сочетаний можно придумать много. Главное, чтобы они реально были сочетаемыми, реально сочетаемыми. Точно так же я занимаюсь очень часто медитативными дыхательными практиками в промежутках, значит, в работе, вот интеллектуальной. Мне это вообще все рекомендуют, только никто не делает на самом деле. Это на самом деле повышает очень сильно интеллектуальный труд. То есть если вы там сделаете какую-то разминку, предположим, у меня на компьютере стоит таймер, я ставлю его на 15 минут, и каждые 15 минут я отвлекаюсь на то, чтобы сделать 50-70 отжиманий. Ну, вот вы представляете, сколько я раз отжаться могу за 3 часа работы. Посмотрите, получается, каждый час у меня 4 подхода. Если я работаю 3 часа, то это 12 подходов. 12 подходов по 70 раз. 12 подходов по 70 раз, это 840 раз, что ли, получается. Да, это 840 отжиманий, получается, за 3 часа работы. Вот, если я только с отжиманиями. То же самое, где касается пистолетиков. То есть я могу сделать какой-то суперсет, там поставить на 20 минут, и каждые 20 минут делать суперсет. Предположим, там 50 отжиманий, 20 пистолетиков на каждой ноге, ну, и предположим, там 100 кранчей, или за полчаса делать такую. И вот я работаю, предположим, 5 часов за компьютером. Ну, так посчитайте, что это... И это походя, это между, и это не отнимает у меня время, а идет только на пользу. Вот таким вот образом. Опять же, очень удачно сочетается бег, а я бегаю постоянно, да, ну, и в своей стиле регулярно, каждое, ну, там утро. Либо лыжи, либо бег. И тоже прослушивание, значит, аудиокниг. Утренние тренировки тоже, там занятия ахатхой йогой. Вот некоторые мне скажут, а вот утром, я когда про медитацию самоговорил, я утром занимаюсь медитацией, при этом одновременно слушаю, ну, под классическую музыку, там это делаю, там, да. Опять же, дыхательные практики могу делать под аудиокниги. И вот мне тогда говорят некоторые, а как же, вот эти же, там, эти практики, они должны быть абсолютно сконцентрированы, занятия йогой, там, какая, какая нафига, ну, таудиокнига при занятии йогой. Надо же сконцентрироваться полностью, там, только на йоге непосредственно, и вообще, а кто практикует сэмзэн-медитацию, да, или там сэйза, там, да, сэмзэдзэн-медитацию, ну, это же вообще нельзя никак отвлечься. Ребят, вот я говорю, мы сейчас беседуем не о том, как лучше всего добиваться результата в конкретном, вот, одном деле, а о том, как удачно сочетать максимально большое количество дел, чтобы это приносило пользу. Понимаете? И можно довести любую тему до, ну, вот, абсурда. Есть, конечно, такие дела, которые можно делать только вот это дело, и больше никакое. Например, заниматься решением математической, со сложной задачей. Там даже порастягиваться не получится. Любое, там, отвлечение чувственное, от связок, там, тянущихся, все, оно будет лишь отвлекать. То есть оно будет только мешать. Вот. Иногда требуется высочайшего рода концентрация. Может быть, если для вас медитативная практика и достижение каких-то больших, там, результатов в дзене очень важно, тогда, значит, соответственно, да, наверное, ничего сочетать уже не получится. Но тут можно сказать и так, ребят, понимаете, мы говорим, опять же, об том, как надо успеть больше, а не как лучшим образом делать какое-то конкретное дело. Любое конкретное дело лучше делать с остановкой. То есть остановка, это такая практика в дзене, когда человек думает и делает лишь одно единственное дело. Но в таком случае, чтобы заниматься медитацией, то вообще лучше поехать на Тибет, залезть в какую-то пещеру, сесть на яйца на, там, несколько лет и не отвлекаться, там, если только на еду, да на питье, да и то, там, иногда вообще, там, ну-то сушить, там, свое тело, но воспитать свой дух и все нормально, там, либо выйдет и также заниматься йогой, там, может быть, но тогда я очень сомневаюсь, что вы в своей жизни что-нибудь успеете сделать, так еще, кроме того, что вы научитесь, там, классно медитировать и будете представлять какого-нибудь, я сам слона на одном-тострие, там, иглы, или буду на самом-тострие, на иглы и там удерживать этот образ, там, на протяжении, там, десяти часов, может, это офигенная практика дзен, может быть, офигенная, но только вы тогда ничего не успеете, вы станете асоциальным типом, то есть, который не в том плане, что вы социальным будете, ну, это опасным для общества, нет, просто вы выпадете из социума, вас не поймет ни семья, ни родня, ни друзья, и у вас не будет ни работы, ничего абсолютно, поэтому вы просто выбираете, поэтому мы просто возвращаемся к самому началу, когда мы говорим о том, как успевать все, надо просто понимать, что человек подразумевает под всем, и чем он готов пожертвовать, и как он готов идти к достижению такой цели, потому что многие хотят успевать очень многое, но на самом деле, как оказывается, если выяснять у них, что они готовы для этого сделать, они для этого готовы сделать ничего, то есть, или делать ровно столько же, сколько делают сейчас, но нет, понимаете, выстраивание любой системы, то есть, управление временем и эффективного планирования дел, оно требует, во-первых, знаний, то есть, обучения, но это, понимаете, я уже говорил, что этого мало, можно дофигасом знать методик тайм-этменеджмента, просто немереное количество, их понимать и не уметь абсолютно воплощать в действии, просто не уметь, а можно знать их мало, надо, говорю, просто поменять, а прежде всего, менталитет свой, кто только что подключился к эфиру, с самого начала, посмотрите, там я об этом рассказываю, я повторяться не буду, да, вот, как это, то есть, как выстраиваются подобного рода температивы, вот, ну и еще раз, вот, а вот, что я повторю, это значит, обязательно, чтобы растянуть время, ну растянуть, имеется ввиду, чтобы его стало больше, чтобы рутина не съедала, как это хронофак, значит, ваше время, все, нужно принести эмоциональность, эмоции, это первое, то есть, надо научиться любить то, что вы делаете, делать это в кайф, тогда у вас дела будут делаться осознанно, эффективно и намного быстрее, у вас вот обучаемость в этих делах будет намного выше, в любых абсолютно, даже в тех, которые вы рутинно делаете и которые вроде бы требуют одного там и того же времени, это я могу сказать тоже по себе, вот, то же самое, чистка снега того же самого, у меня теперь занимает намного меньше времени, чем это было раньше, когда я мучился, выходил там, лопатой махал там по два часа, там по три, по четыре иногда бывало, теперь это совсем по-другому, я стараюсь себя настроить должным образом, ну и опять же, я уже рассказал, каким образом я делаю эту работу более интересной для себя и все происходит намного быстрее и при этом утомляемость намного ниже, то есть соответственно после этого я сразу же могу заниматься эффективно другими делами, получается все шикарно, вот, это первое, второе это сочетание, вот два метода, которые надо научиться применять, но прежде чем конечно не перестроиться значит императивы, сотый раз я повторяю, да, но это важно очень, вы ничего не измените абсолютно, а вот по поводу сочетаемости это конечно тоже надо подумать, потому что не у всех людей некоторые вещи сочетаются, если предположим вот у меня сочетается хорошо на определенные типы деятельности, у кого-то нет, кто-то не может одновременно, предположим заниматься кроссфитом и при этом слушать аудиокнигу или заниматься йогой, ну хатха-йогой, там растяжками какими-то и слушать аудиокнигу, у него не выходит это делать, возможно ему будет лучше при этом слушать какую-то классическую музыку, но со временем чем вы больше принесете эмоциональную составляющую, тем она больше позволит вам сочетать удачный дел, потому что у вас будет развиваться так называемая осознанная деятельность, то есть осознание собственной деятельности и получение удовольствия от результата данного вида деятельности к тому приводит, что у вас обучаемость возрастает это раз, и эффективность тоже производства во много раз возрастает, чем вы более осознанно делаете любой вид деятельности, любой, даже рутин, понимаете, осознанно имеется в виду не продумывайте каждое действие, осознанно то есть осознаете что она привносит в вашу жизнь, то есть какой дает эффект для здоровья или для улучшения вашего быта, для повышения качества уровня жизни, вот что я подосознанно сюда подразумеваю, если вы это понимаете, вы понимаете насколько это важно и насколько это полезно, и когда вы работу выполняете, у вас возникает чувство удовлетворения, и вот здесь мы подходим еще к очень важному теме, от работы нужно получать удовлетворение, если она не приносит его, значит нужно попытаться в себе научиться генерировать это чувство, генерировать, может быть обманывать себя, после работы подойти к зеркалу там, над улыбаться во время работы, понимаете, есть реципрокная связь между эмоциональной составляющей и то, как вы себя на самом деле чувствуете, и об этом уже древние сами знали, но они применяли это очень часто по-другому, например, в спарте древней мальчикам запрещали проявлять никак, то есть никак нельзя было проявлять боль, то есть человек уколит палец, вот это вот такие, или как-то сморщился, все, мальчикам нельзя было, что бы ни произошло, хоть ногу сломал, хоть еще что-то, на его лице не отразиться должно было ничего, иначе его наказывали еще сильнее, его били, и не давали плакать при этом, что называется, чем он больше морщился, чем он там и кричал, тем еще сильнее было наказание, в итоге, вот это вот умение сдерживать эту вот, значит, эмоцию, оно реципрогно, то есть взаимообратно порождало то, что человек, ну, притупляло чувство боли, он ее переставал практически самочувствовать, и любой там укол на поле боя, ранение какое-то, рубленное, там, резаная рана, там, уколющее, она позволяла дальше продолжить бой, если это было еще как-то совместимо с жизнью, человек с отрубленной ногой, пока не истек самой кровью, мог еще драться с тоги на колени, понимаете, для современного человека это просто, в принципе, это невозможно, он там буквально ногу подвернул, все, он уже не дееспособен, как правило, а там человек мог драться со сломанной ногой, тихо, боись тут так, не вру, видите, чихнул даже, вот, то же самое и касается позитивных эмоций, а не только негативных, если, значит, любое действие сопровождать, ну, нужное, конечно, действие, значит, эмоции позитивными, и, либо пытаясь их как-то вызывать с помощью, предположим, той же самой музыки, либо сознанием пользы от сделанного, либо генерации чувства удовлетворения от результата своей самодеятельности и так далее, даже просто там, улыбаясь самому себе, да, вспоминая что-то приятное, все, у вас на самом деле все будет получаться намного лучше, кстати, вы научитесь браться за дело безотлагательно тогда, потому что, еще один самый секрет, вернее, ну, их как бы два на самом деле, два правила, но они в один секрет объединяются, вот здесь уже есть тот самый момент, который многие люди не знают, а если знают, то не применяют, потому что не осознают в полной мере, как это все работает, а секрет заключается в том, что за любое дело, если вы считаете, что его надо сделать, и у вас для него есть время, вы специально выделили время для него, оно у вас находится в планах, надо браться безотлагательно, как только наступает время действовать, обязательно безотлагательно, понимаете, если взяться за дело безотлагательно, то можно выполнить его на удивление быстро, написал Ямамото Цунутома в книге о сокрытой в листве, вот, понимаете, это очень самценные правила, то есть, если настало время действовать, то есть, вы уже вот запланировали, у вас по плану прям стоит, надо позвонить там кому-то или сесть и написать какой-то план, не тяните резину, садитесь и делайте, стоит вам начать делать это дело, и вы тут же втянетесь и сами удивитесь, насколько быстро вы его завершите, и оно окажется несложным, потому что сложные дела, это простые дела, которые отложены 10 тысяч раз, они накопились в огромном количестве, они тяготят вас, у вас уже негатив, из-за того, что вы не можете выполнить свои планы, вам становится тяжело жить вообще, потому что у вас нет позитива от выполненных дел, нет удовлетворения от жизни, потому что дела не выполняются, вот таким вот образом, стоит только начать, и вы дело закончите, вот, и ему предшествует самая другая вещь, есть такие дела, которые у нас в планах не стоят, вот прямо конкретных, но они намечены на будущее, мы знаем, что это стратегически важный план, дело, нам его надо сделать обязательно, но почему-то мы это когда-то, вот когда-то наступит время, когда-то, и мы это дело сделаем, когда-то, когда-то, тогда-то, либо в начале отпуска, либо в начале следующего месяца, нет, любое время для того, чтобы начать делать нужное дело, которое вы считаете правильным и нужным, это как раз то самое время, вдумайтесь, любое время, это как раз то самое время, то есть не надо откладывать, а я об этом записывал отдельные подкасты, но вот это вот тоже секрет моего, ну, скажем так, успеха, тайм-эсмейн-менеджмента, как успевать, видите, я в своем видеоподкасте, в этом, в этой видеолекции не говорю ни про один метод, который написан в обычных книгах, ну, может быть, только вот объединение дел это вот есть, да, потому что, понимаете, важны прежде всего не конкретные тактические методы, а нужны стратегические подходы, самое главное это понять стратегические подходы, а уж какие методы вы будете применять, это дело ваше, методов-то существует миллион, понимаете, букв много, это, да, ну, в алфавите, как вы их будете сочетать, в какие вы будете предложения их писать, это тоже дело ваше, вам нужно просто понять, на какую тему вы будете писать рассказ, вот это стратегия, понимаете, то есть определиться, в какой конве вам это нужно, настроить определенным образом сознание, для того, чтобы работать в данной конве, и потом уже применять какие-то винтики, шпунтики, болтики, инструменты, приемы, вот, нельзя выучить кучу приемов и без изменения самимышления и стратегии эти приемы применять, еще раз говорю, поэтому абсолютно, абсолютно бесполезно заниматься изучением методов, если вы не приняли важную концепцию, а куда вы хотите прийти и каким образом вы к этому будете двигаться, ну и еще важнейшее правило, вот, кстати, до него-то я в полной мере допер не так давно, ну, может быть, год назад, хотя оно настолько вот очевидно, это вообще прямо, ну, совсем очевидно, мне надо было к этому прийти намного раньше и было бы намного лучше, в итоге, из-за того, что я к этому пришел довольно поздно, то есть надо было, хотя понимал, что что-то не так, что-то можно улучшить, я не потерял, конечно, время, я именно осознанно теперь могу этим, это, самое правило, применять, если бы мне его подсказали раньше, наверное, так осознанно бы я его не применял, а выражается оно, вообще недавно прочитал, как его можно сформулировать, вот идеально, правило воздушного шара, если хотите подняться максимально высоко или просто выше подняться, выбрасывайте все лишнее, вот понимаете, раньше я наоборот думал, как хорошо там иметь кучу различных гаджетов, программ, которые вот улучшают, планируют, там все такое, 5-10, и ими круто пользоваться, весь такой человек, гаджет, инспектор, гаджет, вот, весь, не только в каких-то приспособлениях, книжках записных, электронных, неэлектронных, планшетах, компьютерах, там, телефон, все какие-то программы, напоминалки, и все, все этим научился, я научился пользоваться великолепно, просто великолепно, да, я как жонглер, просто вызывал у своих, сам где, товарищей, чувство зависти, аплодисменты, там, иногда, тем, как у меня ловко, все систематизировано, структурировано, вот, но, когда я уже совсем захламился, вот, этими ноу-хау, и методами, я помню, что, на планирование у меня иногда, и на ведение всего, хотя это дается, безусловно, огромный, там, эффект, но уходит огромное количество времени, я подумал, а нельзя ли заменить, много вот таких инструментов, планирование, более простыми способами, это планирование, и, сократив количество, манипуляций, которые, ну, уж надо это выполнять, я проанализировал, и оказалось, на самом деле, можно, потому что, смотрите, я новые какие-то, но досваивая методы, не выключал при этом старые, а нужно было понимать, что, на самом деле, многие программы, многие вещи, они взаимозаменяемые, там можно заменить вообще даже полностью, очень многие вещи, а я, например, продолжал пользоваться, для, ну, тут удобство, там, в одной программе, одной функцией, в другой программе, другой функцией, то есть, вот таким вот образом действовал, в итоге, я стал просто подыскивать инструментарий, который позволяет, очень сильно сократить, количество, количество манипуляций, так, который позволяет, очень сильно сократить, количество, всех этих вот действий, манипуляций, ненужных таких, и нашел, то понимаете, на самом деле, все это есть, люди, которые создают эти, все эти программы, они же прекрасно понимают, для чего они делают их, они же делают их под задачи, конкретно под задачи, так, нужно бы срочно моткнуться вот сюда, а то, потом не получится, вот сейчас там уедет, дяденька, о, сейчас тут все раздедутся, я спокойно встану, вот отлично, красота, будет сейчас, так, ну давай, выезжай, дяденька сейчас уедет, и тетенька уедет, все будет классно, вот так вот, то есть, понимаете, нужно многое повыкидывать, просто вот взять, и выкинуть нафиг, вообще, абсолютно, выкинуть старые вещи, выкинуть старые программы, выкинуть старые диски, фильмы, не знаю, там, в некоторых вещах, можно даже, на аспектах вернее, выкинуть даже старые книги, можно, но я не говорю про то, что надо выкидывать, там, художественную литературу, там, которая, пускай она в библиотеке стоит на полке, но деловую литературу, часто, не надо сохранять, понимаете, она в электронном виде, в любом случае, вы ее всегда найдете, теперь проблем с этим нет, это раз, а два, она устаревает очень быстро, и очень часто, поэтому, если у вас есть какие-то книги по фотошопу, по коралдротам, которые по предыдущим версиям, там, покупали 10 лет назад, да выбросите вы их нафиг, не нужны они, не надо сохранять их, ничего, тем более, что сейчас, многое можно найти, все в электронном виде, причем, видеоруководство, которое использовать намного проще, вот, сделайте ревизию своим вещам, тем, чем не пользовались больше, там, с двух лет, выкидывайте смело, нафиг, и все, ну, не так и смело, есть инструменты, конечно, которыми вы можете не пользоваться годами, потому что они, слава богу, не нужны, они, там, нужны в экстремальной ситуации, лежит у вас дома газовый трубный ключ, которым вы никогда не пользовались, слава богу, значит, у вас все хорошо, он может раз в 10 лет понадобится, но он должен быть, да, я про другое говорю, я говорю про шмотки, там, про что-то еще, там, отдайте их бедным, отдайте их в приюты какие-то, если это, ну, нормальные вещи, хорошие там, в состоянии, в конце концов, упакуйте хорошо, положите их, там, ну, контейнера, люди заберут, кому это надо, может, кому-то нужна там одежда рабочая, и она подойдет для этого, вот, понимаете, и вот отсутствие лишнего хлама и порядок, тоже систематизирует и структурирует вашу деятельность, что делает ее более эффективной, выбрасывайте все лишнее, и поднимайтесь как можно выше, принцип воздушного шара, ну, в общем-то, все, приехал я на тренировку, сейчас пойду, хочу пораньше сегодня размяться, вот так, друзья, делитесь этим видео, делайте кросс-посты, если вам интересно, подписывайтесь, чтобы увидеть вот такие видео чаще, в сообщества, во всех соцсетях, которые называются Кухонный Философ, есть это сообщество и ВКонтакте, и в Одноклассниках, на Фейсбуке, везде, то есть абсолютно, вот, просто набирайте хэштег Кухонный Философ, или просто там найти Кухонный Философ, да, группу, или самую страницу, и все найдете, вот, а также подписывайтесь на мои каналы на Ютубе, я под таким, можете просто набрать Михаил Шилов, вы меня найдете сразу, либо набрать Шилов М, ну, латиницей, а также на мои сайты, будушин.ру, будоблог.ру, макивара.ру, докторшилов.ком, вот, и корректура.ру. Ну, все, кто только что присоединился, обязательно советую пересмотреть, потому что эфир я заканчиваю, тема на самом деле интереснейшая, вопрос этот, который я поднял, задают мне регулярно, не было еще дня, наверное, чтобы мне такой вопрос не задали, где-то, либо в письме, либо очно, либо каким-то образом еще заочно, вот, поэтому, по этому поводу, я даже думаю провести вебинар, следите за, нутанонсами, и до встречи, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,